За соковик выратовальники ухода профилактических мероприемств выявили больше 60 неякостных вогнетушителев. На территории нашей страны продавать эти приборы может любой человек. Часто и ныне отповидают с необходимым нормам. В случае сгорания различать на эти суперпожарные средства не отрывается. Наши корреспонденты, совместно с сотрудниками МНС, провели эксперименты и проверили, что будет, если вогнетушитель кажется неякостным. Месть лицензии на продаж вогнетушителя требовало в обовязковом парадке до 1 вересня минулого года. После отмены этого потребования продавать суперпожарные средства стали утыми ликотые, кто ранее никогда их не реализовывал. Однако, сотрудники МНС означают, что такие продавцы могут даже не видеть нормы потребований до своего товара. Это главная проблема, по словам выратовальников. Мы провели ряд мероприятий на территории Гомельской области и выявили ряд фактов реализации нецептичесированных огнетушителей. Мы, конечно, в первую очередь предупреждали этих продавцов о том, что это нельзя делать. Вносили им определенные требования и огнетушители снимали с реализации. Потому что наша работа в первую очередь была настроена на то, чтобы они их перестали реализовывать. Огнетушитель в первую очередь должен потушить возгорание. К примеру, вам приведу огнетушитель углекислотный. Если углекислотным огнетушителем пользоваться, то на выходе углекислота имеет температуру минус 70 градусов. Если лопнет или треснет шланг, или растроп, откуда выходит это огнетушительное вещество, то можно получить обморожение рук. При набытии огнетушителя важно память от некоторых правилов. До каждого огнетушителя должно прикладаться кировничество по эксплуатации с указанием призначения и основных характеристик прилады. Надо обратить внимание на даты выработки, звездки об сертификации, посвящения, приемцы и отзнаки об продаже. В эксперименте удельничали 10 огнетушителей. Одни были со знаком сертификации, другие без его. По выводниках проверки сертификованные огнетушители спрацовали все. А восьте родных, которые не имели с упроводжальных документов, спрацовали только 2 с 5. Сегодня в Украине заховывается пожаронебеспечная обстановка. За минулые сутки выротовальники ликвидовали один торфяный пожар площадью больше за 3,5 гектара на территории Хойницкого района. Итак, на сегодняшний день складывается непростая оперативная обстановка в связи с горением лесов, с горением травы и кустарников, а также сухой растительности. Значит, МЧС Гомельской области напоминает, что на всей территории Гомельской области введен запрет на посещение лесов и также рекомендует настоятельно воздержаться от выжигания сухой травы. Выротовальники нагадывают, что огнетушитель необходимо иметь побочь не только у автотикватеры. Когда вы собрались исполнить сметки на своем участке, наявность этого супрацпожарного сродка так само необходима. Вероника Гамзюкова, Игорь Марышенко, телерадио компании Гомель.